Молитва Как молиться? Вывести какой-то такой шаблон, алгоритм для молитвы. Три подхода по пять минут. Почему-то говорю на спортивном языке три подхода по пять минут. Потому что для кого-то это может быть тяжело молиться. Мы сегодня рассмотрим, тяжело это или не тяжело. Сколько подходов надо делать? По сколько минут? Я вообще провоцирую. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Аминь. Так Ишуа начинал свою проповедь со слов Исаии. Это вообще просто чудесно. Хорошо. У нас там первое слово. Как раз мы Исаии и будем разбирать. Молитва Иезекии. Да, а можно вообще, получится на экран вывести вообще вот это все слово? Вся молитва или нет? Мы будем сейчас ее просто разбирать. И было бы хорошо, если бы она просто была на экране, а мы просто смотрели. Пока не получается, да? Ну что, сейчас. 38 глава, Исаии 9, 21 стих. Молитва Иезекии царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Молитва. Я сказал в себе, в приполовине дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал мои кости. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрел их глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что ж скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподня славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не не сшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем уповать песни в доме Господнем. Воспевать. Будем воспевать песни в доме Господнем. Аминь. Вот такая молитва. Одна молитва. Когда мы читаем Слово Божье, А Слово Божье, мы знаем, что это и есть и шо. Это для нас может быть свидание. Романтическое. Для кого-то очень романтическое. Для кого-то очень познавательное. Но это свидание с живым Богом. И можно его читать просто как буквы, а можно рассуждать, размышлять, смаковать, задавать вопросы, говорить. И это будет молитва. Когда ты читаешь Слово Божье, это молитва. Если ты встречаешься с этим Словом Божьим живым и действенным, и ты понимаешь, что он живой, это молитва. Ну, начнем чуть-чуть разбирать. Сейчас чуть-чуть разберем. Начинается с того, что я сказал себе. Как сказал себе? Задавайте часто вопросы. Если вы читаете Слово Божье, и вам что-то непонятно, задавайте вопросы. И живой Бог будет вам говорить. Я сказал в себе. Как это? Как это? Куда тыкнуть пальцем? Как показать в себе? Ну, наверное, в голове, в разуме. Это молитва. Когда ты... Вот сколько у нас мыслей за день проходит в нашей голове? Как сел в маршрутку, как сел в машину, как приехал, как кто... И ты же это все не говоришь словесно. Но у тебя все время в мозгу эти все мысли, 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 мысли. Вот когда только засыпаешь, отключается этот говоритель. Да? Есть такое? У нас есть возможность разговаривать с ним в мыслях. Это не обязательно словами. Это не обязательно стоять. Ты можешь лежать, можешь сидеть, можешь ехать в машине. Ты можешь мысленно с ним разговаривать. И это будет молитва. И ты будешь говорить только мысленно. Кто разговаривает с Богом мысленно? Тьфу, аллилуйя. Дальше. Это мы только чуть-чуть взяли, я сказал, в себе. Дальше идет. Я говорил, я ждал. Что же он говорил? Я говорил, не увижу я Господа. Не увижу, не увижу, он отрежет. Это то, что он провозглашал. Сердце, оно чем-то наполнено. Да? Написано в Слове Божьем, от избытка сердца говорят уста. Если у тебя страх и ужас, если ты смотришь на этот весь мир, на все эти обстоятельства, то этим сердце и будет наполнено. Но от этого сердце будет говорить страхом. Да? Уста тогда, сердце использует уста страха. Ты говоришь то, что тебе страшно, то, что тебя пугает. Ученики в лодке. Мы с братьями разбирали место, очень чудесное место. И братья у нас очень умные, очень мудрые. Аллилуйя. Бог открывает. Такие талантливые у нас братья, такие умные. И мы разбирали, да? Иисус был с ними в лодке. Они переживали, а он нет. А он спал. Вообще-то там даже написано дословно, он спал. Когда ты смотришь на обстоятельства вне, естественно, ты будешь переживать, пугаться, страшиться. Что тебе надо сделать? Ну, просто разверни свой взгляд на Иисуса, на Ишуа. Смотри на Него. Смотри на Него, на Слово. Смотри на Него в жизни. Обращай вообще на Него внимание, так как ты в Нем и находишься, как Бог сказал через Сергея Михайловича сейчас. Он в нас упование славы. Аминь. Обращайся. Смотри на Него. И тогда, может быть, вчера у нас была домашняя группа, и мы там чуть-чуть затронули. А чем наполнены твои уста? Наполнены уста твои тем, что наполнено твое сердце? А это ты уже несешь ответственность, чем ты свое сердце наполняешь. Вот если ты сидишь там в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, оно классно. Оно может быть и шуточки, и прибауточки, и настроение поднимется, и все. Но оно не назидает. Не назидает. Но вот этим мусором, вот этим шлаком мы можем питаться. Но если ты этим питаешься, и тогда твое сердце наполнено этими переживаниями, страхами, мучениями, и твои уста, они сразу за сердцем все выпаливают, то что же ты тогда обижаешься на Бога? Он тебя туда не влаживал, этот мусор. А там можно залипнуть и на два, и на три часа. Сам знаю. Напитывайся Ним, разговаривай с Ним, читай Его, наполняй свое сердце им. Тогда твоя жизнь будет изменяться. Аминь. Тогда и дела будут уже не твои. А Он через тебя будет делать то, что Он хочет, если ты Ему послушен. Спасибо. Дальше. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Тут уже начинается надежда. Обычно после горечи, после уныния, разочарования, Бог может к тебе прийти. Бог может к тебе прийти. Бог настолько тебя любит, что ты даже не подозреваешь, что все горечи в своей жизни ты не один проходишь. Он с тобой. Неразрывно связан. Он тебя любит. Это Он тебя носит. Это им ты дышишь и существуешь. Аминь. И когда ты Его замечаешь в своей жизни, твоя жизнь начинает меняться. Твоя жизнь начинает меняться. И мы сейчас подойдем к этому моменту. Что способствует перемене этого мышления? Вот во благо была мне сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. горесть. Что это за горесть? И почему Он так уже приходит к этому выводу в молитве, в общении с Богом, а молитва это просто общение с Богом. Да? Почему Он говорит так? Вот во благо была для меня горесть. Ну, я бы так со стороны, если был бы ученик мой, я бы сказал, ну, молодец, садись пять. Красиво сказал. Ну, как это понять? Во благо была мне твоя горесть. Да? Так же, что там пишется, да? Сильная горесть даже. Вот тут Бог поправляет меня. Дух Святой носится и через Сергей Михайлович поправляет. Во благо мне была сильная горесть. Что-что? Не услышал, извините. Извините, не слышу. Не, со слухом нормально всё. Просто далеко. И такое слово. Что тебе болит? О чём болит твоё сердце? Какая у тебя сильная горечь? Что стоит между твоим сердцем и Богом? Есть какая-то преграда, помеха? Да? Но горечь больно. А там написано ещё сильная горечь. Это очень больно. Любит ли тебя Бог? Очень сильно. Написано о даревности. Но он не смирится ни с каким идолом в твоей жизни. Как бы ты ему не подсовывал и не сказал, и никак бы ты не пытался Богом манипулировать, вот благослови вот это дело. У кого это может быть? Я сейчас не буду говорить, чтобы никого не ранить, что это за идол. Но мы можем посмотреть в твои сердца сами. И пусть Дух Святой покажет нам. У меня этот лид идол был бизнес. Я хотел стать миллионером. А когда Бог сказал, мы всё, закрываем всё, надо довериться мне. Как? Как довериться? Я всю жизнь бизнесом занимался. А как я буду обеспечиваться? Это я вот так, шутя, уже смешно-то говорю. Мне тогда было смешно. Плакал. По ночам не спал. Плакал. Бог закрывает один салон, второй салон, третий салон. Производство закрыл. Всю жизнь работал на себя, своими руками. Бог, как же так? Ты же за то, чтобы я работал. Ты же хочешь благословить меня. Нет. Знал я в своём сердце, что бизнес и работа для меня идол. Знал. Но пытался всё время махлевать. Понимаете, о чём я говорю, да? Идол – это то, на что ты уповаешь в своей жизни больше, чем на Бога. Проверяйте свои сердца. Какие у каждого из нас есть идолы? И вот отвернуться от этого идола – это больно. Всё, что ты, как там в одном, да? Всё, что ты нажил непосильным трудом, и от этого всего отвернуться, чтобы просто повернуться к нему лицом – это больно. Кому ты поворачиваешься? Кто для тебя Бог? Какой Он для тебя? Если ты переживаешь с Ним близкие взаимоотношения, если ты с Ним общаешься, и ты через общение, через слово, через молитву, через общение познаёшь Его, то ты уверен, что Он любящий тебя. И Он не боль тебе хочет причинить, Он хочет тебе освободить. Он хочет тебя освободить. Аминь. Ещё есть время. Отвернуться от себя – это и есть ещё один этап в нашей жизни – настоящее покаяние. Есть покаяние неосознанное или осознанное, когда мы каемся и приходим к Богу. А вот когда ты отворачиваешься от всего то, что ты любишь, ценишь, и что для тебя важно на самом деле, и поворачиваешься к Богу, это тоже покаяние. Боже, так хочется, чтобы каждый услышал Тебя. как донести? Это ты инициатор. Это ты знаешь, как исцелять наши сердца. Это ты знаешь, как поворачивать нас к себе. Это ты повернул меня к себе. Это пришло то время, когда ты сказал, всё, ты уже готов. можно тебя поворачивать к себе. Ты не делаешь это жестоко. Ты не хочешь, чтобы каждый из нас как-то пострадал, мучился, отерзался. Но есть время. Для каждого из нас есть твоё время. Ты каждого из нас подготавливаешь, взращиваешь к этому времени. Потому что ты хочешь, чтобы ребёнок не обиделся, не повернулся на тебя. Ну вот, забрал у меня дорогую игрушку, что теперь я буду делать? А ты хочешь каждому из нас открываться, как ты любишь, чтобы мы смотрели на тебя и восторгались тобой. Чтобы наша жизнь стала совершенно другой. той жизнью, когда мы будем смотреть на тебя, любоваться тобой, восторгаться тобой, прославлять тебя. И прославлять тебя не потому, что так надо, а потому, что ты будешь касаться наших сердец, будешь открываться, и мы не можем не славить тебя. 24 старца, которые падают в поклонении на небесах, у них отнюдь это не обязанность. Так, проходит ангел, 24 старца стоят, так, у вас будет задача падать перед Богом, славить Его. Один из 24 старцев, а у меня спина болит. Ничего, все будет хорошо, ты самое главное поклоняйся, Бог исцелит твою спину. А кто-то может думать, какой же это Бог нечеловечный такой, устроил себе хвалу из кого? Из старцев. Ну, молодых взял бы, юношей, у них спины получше. Ну, это я сейчас озвучу мысли, которые могут быть у нас. Ну, могут. И это тоже молитва. Когда ты видишь в Его славе, в Его величии, ты стоять не можешь. Ты падаешь. Вот просто падаешь. Невозможно устоять. Перед Ним невозможно устоять. В Его славе, в Его восторге, в Его великолепии, в Его величии, ты просто падаешь. А только открываешь свои глаза, подымаешься, и опять видишь еще большую славу, еще больше Его величия, могущества, и опять в восторге падаешь. И тут вообще вопрос не спины. Тут вопрос, с кем ты находишься, находишься, кого ты видишь, кого ты созерцаешь. Я тут себе пометил. Оказывается, если мы так рассматриваем в целом, то все твои мысли, все твои слова, все, что ты произносишь и думаешь, о чем ты думаешь за весь день, это и есть молитва. Слышите меня, да? Не та молитва, когда ты приходишь на молитву, на служение, Господу помолимся, Аллилуйя, Бог чудесный. Все, поклонился и пошел домой. Что ты дома говоришь? Что ты дома думаешь? Что ты думаешь в общественном транспорте? Что ты думаешь в маршрутке? Что ты думаешь в машине? Что ты думаешь дома? Чем ты занимаешься дома? Как ты проводишь это время? Вот это и есть ты. Ну, конечно, можно одеть красивую парадно-выходную религиозную одежду, прийти и поклониться Богу. Но дома пришел, красиво ее на плечики снял, в шкафчик повесил, до следующей молитвы, до следующего служения. И делай все, что хочешь, как тебе считается лучше. Сильно больно, я говорю, да, наверное? Нет? Простите, не хочу. Что? Ну, у нас есть возможность от этого избавиться. у тебя есть возможность от этого избавиться, если ты хочешь повернуться к Нему. Если ты хочешь, чтобы Он жил и ты жил Ним, то тогда надо, то тогда придется, рано или поздно тебе придется сделать выбор. Хочешь ли ты жить для себя, или ты хочешь жить для Него, или ты хочешь, чтобы Он жил в тебе. Понимаете, да? Ну, пока ты не определился, как та обезьяна между мудрыми и красивыми, пока ты не определился, и тебе хочется и жить для себя, и жить для Него, не получится. Ты будешь терзаться. Твое сердце, оно будет терзаться. Потому что одной ногой ты сюда, к себе, к своему Я, любимому, а другой ногой ты к Богу. Ну, не получится. Оно может, какое-то время ты еще будешь держаться. Но Бог, Он все равно придет сильно в твою жизнь. Потому что Он тебя сильно любит. До ревности. молитва – это не столь достижение желаемой цели, хотя это и включает это понятие, этот аспект. Молитва – это общение, хождение с Богом. Аминь. Когда ты с Ним ходишь. Вот есть одно слово насчет веры касательно. Вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И мы все время по-человечески, мы все время картинку рисуем, ну что-то такое для нас хорошее. За рулем машины, там надо представить, визуализировать или то и то. Ну по-человечески я говорю. Почему ты не представляешь Бога, что Он ходит с тобой? У тебя что, не работает представление? Ты же с Ним ходишь? Ты же им дышишь? Не. Я дышу, я не знаю, как вы, а я дышу сам. Как сам. Дух Божий в тебе. И ты дышишь Ним. Не, я все равно не согласен. Я сам дышу. А написано, что мы живем, движемся и существуем Им. Им полностью, абсолютно. Как это полностью? Это абсолютно. Ты абсолютно в Нем находишься, абсолютно. Нет, ты, конечно, по Его любви и милости ты можешь делать все, что угодно. Вот все. Мы сейчас не говорим, будут ли последствия того, все, что ты можешь делать угодно. но я говорю вам о любящем отце, который хочет, чтобы ты избирал его. и избирал его не потому, что так надо, а потому, что в Нем жизнь, настоящая жизнь в Нем. Не в Тик-Токе, не в Инстаграме, в Нем. Он и есть настоящая жизнь. Если ты хочешь быть счастливым, маршируй в Него, иди в Него, живи с Ним, общайся с Ним, знакомься с Ним. Для чего тебе общение надо с Ним? Да просто знакомься с Ним. Какой он? Не, ну я знаю, что он хороший. Ну какой он хороший для тебя? Опять же, это история с пятью тысячами накормленных. Это мужчин. Вообще-то там по подсчетам до 25 тысяч человек Ишуа накормил. Что эта история говорит тебе? Какой Иисус для тебя? Ты задаешь вопросы? Ты с Ним знакомишься? И подожди. Если Он щедрый, если Он заботливый, если Он всемогущий, был для этих 25 тысяч человек, то можно так подумать, хотя бы допустить мысль, что Он такой же щедрый, всемогущий, добрый и заботливый для меня. для меня. И когда ты начинаешь так думать, так размышлять, когда ты начинаешь Его видеть не всеобщим Господом для всех, а своим личным, живым, настоящим Богом, и ты убеждаешься, что Он и щедрый, и богатый, и милостивый, и любящий тебя, твоя жизнь начинает кардинально меняться. Как меняться? От славы в славу. От славы в славу. Не больно? Нормально? Еще чуть-чуть потерпите. Моисей, хождение Моисея с Богом и общение. Это мы все касаемся общения. Общение это в принципе наша жизнь. Исход 33-14-15 там написано. Господь сказал ему, я сам пойду перед тобою и веду тебя в покой. Что Моисей ему отвечает? Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Почему так Моисей сказал? Кто-то может подумать, Таня, Моисей какой-то сильно героический, сильно героическая личность, и он вот так вот отвержен, то есть так вот за сердце свое положил за весь народ. А я думаю, что очень просто. А я думаю, что там нету никакого героизма. А я думаю, что там есть обычный прагматизм. Когда ты ходишь по-настоящему живым всемогущим Богом и вкушаешь, что Он благой, чудесный, прекрасный, славный, то тогда ты себя с другой жизнью вообще не представляешь. пришли пришли как-то мне мысли в голову. Это я говорю человеческим языком, а духовно я вам скажу, меня Бог спрашивает, а что ты выберешь? Царствие Божие или меня, или познание меня? Я сразу даже сказал познание тебя. И это то, без чего я уже не могу. Я не могу без Бога, хотя я понимаю, что с Ним будет даровано все. Аминь. Но когда ты выбираешь Его, это не может казаться, иногда может быть это очень больно, когда ты отказываешься от чего-то своего, которое мешает, стоит между тобой и Ним, оно может быть больно. Но когда ты уже вкушаешь, какой Он благой, чудесный, прекрасный, когда ты понимаешь, что Он именно такой, что Он любящий, что Он заботливый, то тогда ты не променяешь Его ни на что и ни на кого. Аминь. Но для этого надо, чтобы ты Его познал. Для этого надо, чтобы ты с Ним познакомился. Не потому, что Витя тут говорит о Нем, а потому, что Он живой в твоей жизни. Слово Божье читаешь, всматрився в Него. Какой ты, какой ты был для Давида? Как ты касался Давида? Из сердца, из уст просто лились молитвы. У нас время подходит уже, да, по-моему? Еще есть, да? Давид, это вообще просто удивляюсь. Какие близкие отношения у него с Богом? Как он любит его? Сам Бог называет себя сыном Давида. Это так надо угодить, это надо такое иметь сердце, поклонника, любящее, чтобы Бог стал для тебя, чтобы ты для Него стал таким родным. Господи, ты испытал меня, это Псалом, чуть-чуть почитаем, Псалом 138. Господи, ты испытал меня и знаешь, ты знаешь, когда я сажусь и когда я стою, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли я, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе, еще нет слова на языке моем, а ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди ты объемишь меня и полагаешь на меня руку твою, дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его, куда я пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу, взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя, это как надо переживать близость с Богом, чтобы петь такие псалмы, псалмы пелись, знаете, да, чтобы это из сердца твоего лилась эта песнь, не потому, что тебе сказали, а ну встань, брат, помолись, благослови Бога, ну ладно, раз мне очередь пришла, встану, это должно литься от тебя, через твое сердце, и Боже, мы вот все находимся в твоем присутствии, и мы нуждаемся, я никого не критикую, никого не пытаюсь оскорбить ничьего достоинства, все чудесные, прекрасные твои дети, и я не пытаюсь сказать, что нам надо сейчас всем встать и пойти и начать делать, и надо по шагу какую-то инструкцию разработать, раз, два, три, и опять мы попытаемся сами что-то сделать, ты касайся нас, если это слово, которое мы сегодня слышим, даст нам шанс или возможность задуматься, что мы нуждаемся в тебе больше, чем мы даже можем себе представить, и что эта нужда, она нас будет водить за тобой, и хоть ты будешь иногда прятаться от нас, но мы будем все время искать и находить, то дай нам ходить так с тобой, прикасайся, Дух Святой, прикасайся сейчас к сердцу каждого, прикасайся, чтобы каждое сердце, оно откликнулось на твой нежный призыв, приглашение, войди в меня, войди в меня, пусть каждое сердце, каждое сердце, а я провозглашаю, что сердце каждого из нас, оно кроткое, нежное, послушное, пусть каждое сердце, оно услышит твой тихий, нежный голосок, и пусть скажет тебе, войди, войди в меня, делай все, что ты хочешь, помогай мне освободиться от того, что я хочу, пусть будет не моя воля, за которую я все время, всю жизнь гонялся и бегал, а пусть будет твоя воля, а я знаю, что твоя воля какая, когда я знаю, что ты меня любишь очень сильно, то я знаю, что твоя воля, она благая, угодная, совершенная для меня, ты настолько меня любишь, что отдал жизнь свою за меня, как же ты не даруешь мне жизнь в себе, я не буду обделенный, я буду счастливый, и ты хочешь избавить меня не от радости, от суеты, от томления духа, и хочешь наполнить собой, наполняй, прямо сейчас мы просим тебя, наполняй каждого из нас собой, пусть мы одни пришли, ну, каждый из нас уйдет наполненный тобой, и будем это практиковать, не просто один раз попробовали, наполнились, посмаковали, хорошо с тобой, а будем это практиковать и дома, и читать Слово Божье, и общаться с тобой, и поклоняться тебе, и прославлять тебя, нету голоса, включи прославление, там есть титры, на песнях можешь повторять, ты не на мисс певец 2024 участвуешь в конкурсе, твое искреннее поклонение, оно чудесное, деяние святых апостолов, 1.14 все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса и братьями Его, так вот в оригинале там стоит слово пребывали в постоянной молитве, пребывали в постоянной молитве, это не та скучная молитва, которую ты себе придумал, что надо десять раз с утра сказать «Отче наш» это и Он утешит тебя, аминь. еще одно слово римлянам 12.12 «Утешайтесь надеждой и скорби будьте терпеливы в молитве постоянной». Еще один перевод «Радуйтесь в надежде, проявляйте терпение в беде, молитесь постоянно». Молитва это твоя связь с Ним, это и есть твоя связь с Ним, это и есть твое общение, это и есть тот портал, тот канал, по которому ты узнаешь, какой он для тебя. Ты с Ним знакомишься, ты в Него влюбляешься. Когда ты с Ним будешь знакомиться, невозможно в Него не влюбиться. Этот процесс будет все время, ты все время будешь влюбляться, влюбляться, влюбляться и будешь хотеть сделать Ему приятное не потому, что так надо, а потому, что это будет сердце Его уже. Аминь. Дии 64 по-украински звучит так. А мы перебуватому завжди в молитве та в служине слову. Завжди. Завжди в молитве. Подходит время. Кто-то может возразить и сказать, брат, ну, при многословии не миновать греха. Есть одно место Писания, Матфея 6,5 «И когда ты молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». И один еще есть Луки слово 20,47 «Который поедает дом и вдов и лицемерно долго молятся». Они примут тем больше осуждения. Это если ты молишь, а мы же с вами не лицемеры. Не. Мы чудесные, прекрасные Божьи дети. Это вообще слово не нам. Это лицемером было слово сказано. Ты можешь молиться на показ сколько угодно. Хочешь показать какой ты духовный пожалуйста. Может тебе кто-то и похлопает даже. Уже и получишь награду сразу. Но мы же с вами не лицемеры. Мы же с вами общаемся с всемогущим Богом. Ты имеешь доступ все 24 часа в сутки к Нему. Пред Его престол. Всегда можешь к Нему обратить свой взгляд, свои уста, свое сердце. У тебя есть такая привилегия быть, находиться, быть с Ним. Боже, как нам хочется быть с тобой уже здесь и сейчас. Как нам хочется тебя переживать. Как нам хочется тебя познавать. Открывайся каждому. Открывайся каждому. мы очень хотим с тобой общаться. Мы очень хотим, чтобы молитва перестала для нас быть какой-то религиозной формой поклонения и каким-то подходом в упражнении. Хотя нам надо и смирять и свои души. Мы очень хотим, чтобы это стало для нас чудесное, увлекательное хождение с тобой. Чтобы через общение мы познавали какой ты. чтобы ты через общение каждому из нас открывался. Мы знаем, что ты любишь каждого из нас, а мы хотим, чтобы ты для каждого открывался. Как ты любишь? Как ты ценишь нас? Как мы для тебя ценные? Какие мы твои любимчики? Как ты с радостью с нами ходишь, с радостью с нами дышишь, с радостью с нами живешь? Как ты скучаешь за нами, когда мы залипаем в чем-то не твоем? Как ты скучаешь и как ты ждешь нас? И поклонение, и посторонение это не тебе, и служение наше это тебе не надо. Это нам надо каждый раз, каждое мгновение переживать встречу с тобой. Это ты наши сердца жестокие изменяешь и делаешь их плотяными, трепетными, нежными, чувственными, что мы можем даже сердцами своими видеть тебя. Не только не физические, не глазами, а глазами нашего сердца смотреть на тебя, любоваться тобой, восторгаться тобой. Открывайся, пожалуйста, для каждого из нас по-новому, и пусть молитва как общение для нас станет радостной, единственной возможностью коммуницировать с тобой, общаться с тобой, наслаждаться тобой, познавать тебя. Пусть не единственный это будет канал, но пусть их будет много. Аминь.